Здравствуйте, мои дорогие! Что вам необходимо осознать здесь и сейчас, тут и зараз? Что необходимо осознать? Сразу переходим к делу, смотрим, что необходимо осознать. Я пока тасую колоду, немножко просто настроитесь. Резонанс должен быть между вами и картами. Что необходимо осознать? Так, что необходимо осознать здесь и сейчас вам? Спросите у карт, что необходимо мне осознать здесь и сейчас? здесь говорят о какой-то позиции с держись вот говорят держись не сдавайся что необходимо осознать здесь и сейчас что то что вот именно такая позиция она приводит к изменениям в жизни к кардинальным изменениям жизни к тем которые реально эту жизнь трансформируют в то во что вы хотите и дают новые ростки свежие какой какие-то росточки совершенно других привычек других намерений и действий мыслей веточки другие веточки событий так смотрите мне еще вот что что пришло из этого из этого маль из этой маленькой выкладки то что скорее всего что-то вот как в роду могло быть что-то темное как будто бы запутанная которая требовала бы вот это и распу ну какого-то действия до каких-то действий ваших возможно даже чтобы распутать сложные какой-то какие-то процессы в арду в роду вашем роду вы малая капелька в море но вы реально здесь но вы имеете большое влияние что необходимо осознать еще то что некоторые действия окажутся вам заблокированными невозможность двигаться дальше она все равно мнимая до дорога есть путь открыт но конечно же вот какие-то внутренние страхи мешают человеку делать эти шаги что необходимо осознать нужно брать быть воином по жизни да но не бороться с этим миром все таки не не сидеть на попе ровно не ныть путь воина это путь человека светлого который идет и свою жизнь он отстаивает до права на эту жизнь на прекрасную жизнь что необходимо осознать здесь и сейчас такая интересная карта все-таки а борьба которая из истощает борьба внутренние конфликты они истощают они приводят к тому что вернуться в тот пункт начать заново сложно потому что это будет уже не тот пункт это уже не будет отправная точка с которой вы когда-то начинали это будет следующая следующая следующий виток и каждый раз вы делая вот шаги получше по улучшению например своей жизни по улучшению какой-то ситуации вы но если первый раз не получилось например дату вы второй раз пробуете как будто бы сначала это не сначала это все-таки вы идете с какого-то с какой-то другой точки там где уже был процесс запущен что необходимо осознать что вашей жизни вот такой кипучий и бурной появляется человек вам под стать вот когда вы в вас вот это кипущий кипущая кипящая энергия жизни вашу вашу жизнь входит человек вам под стать он вас уже ищет кстати и вы вдвоем это двое человек которые очень сильно подходят друг другу и пока я здесь в данный момент вот не говорят о какой-то судьбоносности это два партнера по жизни вы красиво справляетесь со всеми невзгодами вашей жизни что вам необходимо осознать что вам необходимо осознать необходимо осознать о непримиримости к лжи воровству времени к тому что человек который может быть где-то рядышком ну любой какой-то человек который может быть обманывает или еще что-то да чтобы вы не мирились с этим были были четки в своей позиции в своих словах трезвый ум и жесткая даже иногда позиция по отношению к тем людям которые ведут себя крайне неправильно она приводит к тому что даже те же самые люди они как-то обращаются к вам потом хорошей стороной что необходимо осознать здесь и сейчас здесь и сейчас что ваше будущее оно светлое прекрасное хотел сказать зависит от вас вниз не сразу так как бы вам об этом хотели сказать но тут же об этом и сказали то что в вашей жизни вы сама маг вы сам тот тот самый маг и и творец никуда от этого не денешься в этом как в каждом в каждой книжке успеха в каждом видео да каждый вам человек об этом скажет да и по сути зачем вам об этом говорить вы это знаете но вы в своей осознанности что я творец вы все-таки больше принимаете позицию и вот как бы так и говорят что больше принимая позицию о том же того что вот тебе нравится в этой жизни того что тебя окрыляет и человек такой должен быть возле тебя тот который смотри как поддерживает окрыляет это вампирская таро и здесь девушка королева кубка у нее есть возлюбленный который смотрите какой достойный стоит да весь такой но он ей дает свою руку чтобы она откусила и выпила кровь то есть поддержка прежде всего ну эти карты говорят по-своему конечно так что необходимо осознать здесь и сейчас что жаг жага жажда к познанию и жажда к действию всегда окупаема даже если вы действуя понимаете или же встречаетесь уже сразу же или же понимаете что вас ждет вот-вот да какие-то проблемные ситуации даже иногда болезненные моменты когда казалось бы вот что-то происходит что показывает вашу ваши внутренние какие-то конфликты внутренние да или же показывает ваши какие-то стороны которые нужно проработать вот все равно это ведет к счастью к процветанию к тому что вы себя чувствуете исполненной желание до наполненной что необходимо осознать здесь и сейчас что же необходимо осознать здесь и сейчас вот мы осознаем что солнце а что вашей жизни будет мужчина который будет вас любить и он же главный мужчина вашей жизни почему семерка здесь идет что вы узнаете раскроете какой-то заговор какой-то заговор будет раскрыт сожжены будут те кто и вот этот заговор устраивал против вас что за люди ангел видит и их показаны две женщины какие-то или женщина которая хочет быть похожей на вас одинокий какой-то человек ага ангел говорит я вижу этих людей не беспокойся в твоей жизни будет будет стабильность и будет человек мужчина а если вы мужчина смотрите то есть ваша позиция вот она то есть вы будете на троне и это же позиция говорит что вы будете с девушкой ну с девушка своей мечты потому что это кубковый король он один не останется вот она пара людей которые из одной чаши пьют что необходимо осознать что что-то заканчивается часто это окончание показано как болезненное окончание вот но вы как-то стабилизируете эту ситуацию я вижу и проявите огромное желание творить вот это огромное желание творить проявится в денежном в денежном эквиваленте вот что-то закончится какой-то сложный период стабилизация да и ну вот как знаете как нужно еще будет подтянуть пояса и потом вам сулят карты богатства ну исполнение мечт очень быстро влетает в вашу жизнь вот это состояние изобилия как оно приходит не жди говорят вот не жди такое вот как не нужно страдать ожиданием вот так не то что не жди жди но не нужно страдать ожиданием так дальше что необходимо осознать здесь и сейчас здесь и сейчас я должна понять либо я должен понять так интересно идет что от вас зависит какой-то процесс о том что в работе есть какой-то какой-то смысл в какой-то работе в какой смотрите что-то что-то сейчас создается например вами или же что-то создается помимо за пределами вашего видения неважно но вы и есть все равно как участник этого что ваша работа принесет вам стабильность либо ваша деятельность какая-то принесет вам стабильность главное чтобы вот эти действия тот процесс который вы запустили он был ритмичным постоянным системным а что такое система да это ежедневные какие-то действия которые выполняет человек как привычную рутину создает для себя успешную вот и это приводит к стабильности вот эта стабильность она ваша она есть далее смотрите этот процесс он как будто бы продолжается это пролонгированный процесс когда вы создали одно и можно дальше расширение расширение идет это как расширение и бизнеса или же там возможностей и материальных возможностей у человека то есть дальнейший рост а вот если не так глобально то что все равно говорят нет здесь глобально здесь глобально ух ты а тут еще говорят если вы две карты об этом говорят даже три то даже четыре если вам необходимо вот допустим у вас сейчас ситуация там что-то с жильем любая ситуация связанная с жильем она решится она решится участие вселенной запущено этот процесс пошел и вам будет дана возможность обрести то что вы желаете это вот что-то с жилищными условиями для кого-то покупка для кого-то может быть продажи переезд другое жилье вот это все оно решаемо можно сюда еще какую-то карту что там смотрите на у меня опять эта карта идет сказано все говорят не нужно больше пока что хорошо рассмотрим в другом может раскладе что-то скажут так что еще необходимо осознать вам здесь и сейчас здесь и сейчас необходимо осознать ты не одна на тебя падает свет какой-то свет вот на своем пути не одна сейчас не один можешь этот свет ощутить буквально этот свет с неба смотрите здесь не сказали ни разу о защите о какой-то помощи ну блин она вот как есть тебе это не ощущается даже проси и дано будет в дороге будет помощь в дороге будет надежда твоя оправдана а здесь говорят собирай что-то собирай собирай что нужно осознать здесь и сейчас какие одинаковые прям три карты идут здесь что-то вас тревожит вы как пугаетесь чего-то например да то вот этот страх да вот хорошо вот вы выявили этот страх как выявить страх какой-то или что это карта смешная здесь она сейчас говорит о том что узнай этот страх и он приведет к тебя на правильную дорожку выяви какой-то страх он приведет ты к тебя например к любимому а какой а как вот узнать этот страх я не знаю я вижу вас примиряющий какое-то платье красивое а вы по сути самой сама а человек ну как видите как воин то есть вам идет совершенно другое другая одежда но вы в красивом платье а я поняла это не ваше что-то такое не ваше у вас какое-то есть что-то что не ваше у вас какой-то страх он неправильный То есть, например, есть желание, которое вы прям, вот я хочу, например, то-то и то-то, а это желание, это не ваше желание, и вам говорят, что вы не своё платье примерили. Вы, когда вдруг получите это желание, это будет не ваше желание, которое вы получили, вы не захотите этого. Ну вот, например, что в основном желает человек? Ну вот, обыденное такое будем, например, выйти замуж, да, если девушка. Я, конечно же, утрирую, конечно же, не все. Вот, или же там выйти за богатого, что-то вот, допустим, хорошую работу, что-то такое стереотипное, что прям аж капец. И вот вам говорят, что вот то стереотипное, которое навеянное, просто это навеянное что-то, это не ваше, оказывается. Что вы достигнете его, потому что для вас это вот прям как борьба какая-то, вы как воин достигаете. Но это вам не нужно будет. Вы наденете чужое платье. А это не ваше платье. Вы не будете в таких вот, в этом ходить. У вас другое, другая цель должна быть. Вы как предназначены для другого. Поймите это. И тогда вот этот страх исчезнет. И да, разблокирует возможности к творчеству более серьезные. Как просветление головы будет. Тут какой-то туман в голове. Он может ощущаться на физическом уровне. Сюда надо вот как-то еще доложить, что это. Смотрите, нам говорят, приблизилась очень близко к тому, что вот раскрыто было. А что там за страх, как его убрать? Хорошо, какой не ваш и какой ваше. Ну вот даже если женщина, например, себе представляет, какого мужчину она хочет возле себя. Подумайте внимательно. Точно вы вот именно этого хотите. Представьте себя в этой жизни. Проживите хотя бы день в этой жизни. Оно? Это ваше? Потому что человек по сути своей, да, нам там даже говорили, что он же может получить все. Вот что пожелаете, то и получите. Но не факт ли, что вот вы не получили это только потому, что может это реально не ваше? Может как-то душа сопротивляется все-таки? Хорошо, отлично. Да, сюда попали прям в точку. А что? И вы вот проходите, да, трансформация за трансформацией, трансформация за трансформацией. Меняетесь, да. Но тут еще говорят, что это сложный процесс. И что когда вы идете своим путем, да, когда человек идет своим путем, он вот как-то лвет по жизни. Как красиво, да, вот как красиво идет. Красиво идет по жизни. А можно еще плыть, да, плыть как, простите, такашки по воде, да, это совсем другое. Потому что это тогда, ну вот когда человек просто как овощ не хочет ничего делать и понимает, что там достижений никаких нет. Нет, вот когда есть искра, да, когда вы понимаете, что вы можете изменить прям целую линию рода своего, но это не есть ваша задача, да, как задача разума, да, вот вы просто идете своим путем развития творчества. И человек тогда реализуется красиво в жизни, достигает многого, высоко летает, вот, высоко летит. Говорят о легкости, о легкости полета. Ну вот этот страх прям капец, у меня. Сейчас. Взлети. Поднимись выше чуть-чуть над страхом. Это уже несколько раз было такое, да. А тут прям три карты об этом говорят. Какой-то туман в голове не дает вам развиться. А, еще когда вы будто бы вот хотите достичь, да, что-то, что-то вот как, знаете, опять же, да, вот о том, о каких-то сомнениях, о каком-то тумане. Это все-таки говорят о том, что вот как, может, ты точно не туда идешь? А куда идти? Там, где что? Повернуться назад надо или что? Успокоить разум, окей. Услышать внутри. Услышать внутри голос. Раскрыть в себе вот это видение. Оно раскроется моментально, да, после. Раскрыть в себе вот это видение, да, все равно как-то больше похоже на борьбу, как будто бы против какого-то зла есть что-то, что это зло уберет. Но я тут не вижу решения. А в чем решение? В чем решение? Ну вот эта стабильность. И тут еще говорят, что род стоит горой за тебя, что чувствуй всегда поддержку рода, даже когда кажется, что ты стоишь одна против, либо один против какого-то войска. Ну вот опять карта рода, карта рода, карта рода идет, ну. Ну вот опять говорят, что вот что-то есть такое, что вот как не твои желания, и ты пытаешься их реализовать. Хорошо, ну давайте так, что это за не ее, либо не его желания, что это? Дьявол здесь. Что это? Это то, что дьявол обнуляет, то, что вот ну никак не дает. Ну так и что, стремиться ни к чему не надо? Так, сейчас подождите, девочки, мальчики, еще все. Нужно. А, ты это имеешь уже. Ты это имеешь уже. Кто как понял? Я прям вот читаю то, что вижу. Ты это имеешь, и благодари за это. Э, стоп. Интересно получается, то есть то, что ты хочешь достичь, ты это уже имеешь, оно у тебя есть. Ты этот трон имеешь. А если вот кажется человеку, что, а ты идешь не за тем, ты как будто бы прислуживаешь кому-то, а ты, а ты, а ты императрица или там император. Ты имеешь трон, но ты идешь без трона. Это как? Мои дорогие, кто-то как понял, потому что я вот реально вот сейчас вот просто прочла по картам. Как это отыгрывается, я имею в виду, в ваших жизнях. Вот он трон, но вы его как не чувствуете под собой, вы почему-то вот идете, плететесь за кем-то. Считая, что это, ну вот оно, как ваша цель. Хорошо, давайте так, кто это? Это. Обман какой-то. Обман. Ну давайте так, лицо этого обмана. Корчит из себя победителя кто-то. Тут мужчина какой-то, что ли? Ну две мужские карты, десяточка. Тут может быть сама ситуация, да, за которой вы идете. Показан какой-то воинственно настроенный человек, либо воинственно настроенное окружение, которые будто бы знают свой путь и знают, что вот любой ценой, кровью и потом сделать это. Но я вижу, что они отвернуты, они как зомби, зомби, зомби. Не идите там, где этот обман. Повернитесь в другую сторону. Да, там путь открыт. Это ваша дорога. Что вам сейчас нужно осознать здесь и сейчас? Что вам нужно осознать здесь и сейчас? Ого. Силу вашу осознать. Она раскроется, как... После какого-то времени движения вы прям раскроете эти крылья. Вау, какая энергия. Что необходимо осознать здесь и сейчас? Повторный взлет, повторный полет. Исследование территории, которое может ничего не дать. Это, знаете, не войди в ту же самую реку дважды. Это может быть по отношениям, например, у мужчины какой-то. Хорошо, а что еще? Вот три карты осталось. Что необходимо осознать здесь и сейчас? Так. Так и так. Есть человек по судьбе. А тут еще интересный такой аркан. Все-таки это более такой жесткий. Это судьбоносный. Судьбоносный момент, судьбоносный человек. Но он же еще и признается обществом. То есть, ваши отношения с этим человеком будут признаваться обществом. Тут идет как брак. Брак. Ну, вот тут как говорят, что будет брак. Будет брак по судьбе. Плохое слово. Украинскую шлюб. В общем, девушка выйдет замуж, а мужчина, если смотрит, тут будет пара у вас тоже, жена. Вот такие моменты. Необходимо было осознать. Все, я прочла, как увидела. Я надеюсь, что хоть что-то, хоть какое-то слово было для вас полезно. А если было полезно все, я тем более очень рада. И хочу поблагодарить вас за ваши лайки, комментарии, финансовую поддержку. Безмерно благодарна таким людям. Всем спасибо вам за добрые слова, за участие в этом процессе. Пускай в ваших жизнях отыгрывается самое лучшее. И пускай вот что вы приносите на этот канал, вот то добро. Пускай вам в разы больше Вселенная дает подарков. Всего доброго. Пока-пока.